мы начнем с того что прочтем еще и еврейском новом завете это же самое место любо подрез тогда прочитайте нам из 4 главы с 5 стиха и до конца 4 глава с 5 стиха и до конца трона исходили молнии и голоса и раскаты грома а перед троном пылали семь факелов которые являлись всеми сложным духом божьим нечто похожее на стеклянное озеро прозрачная как хрусталь в центре вокруг трона находились четыре живых существа покрытые глазами спереди и сзади первое живое существо было подобно льву второе живое существо было подобно волос третье живое существо имело лицо как у человека а четвертое живое существо было подобно летящему орлу четырех живых существ имело по шесть крыльев и было по глазами изнутри и снаружи и день и ночь они не переставая говорили вот эти живые существа воздают славу честь и благодарение сидящему на троне живущему во веки веков двадцать четыре старца падают пред сидящим на троне живущих веков и превозносят его они бросают свои короны перед троном и говорят ты достоин адонай элогейн принять славу честь и силу так как ты сотворил все и по твоей воле все это сотворено и существует аминь аминь немножко связь было плавал звук конечно но тем не менее мы будем разбирать и будем еще возвращаться к этому стиху еще раз пятый стих еще раз пятый стих потому что мы с него начнем и на нем сосредоточимся от престола исходили молнии громы и глаз и и 7 светильников огненных горели перед престолом который суть 7 духом божьих голоса громовые гром молния я уже говорил о том что это часто связывают с явлением бога в псалме это тоже описано глаз грома твоего в круге небесном молнии освещают вселенную земля содрогалась и тряслась глаз грома твоего и аналогичное описание есть о языке или мы сейчас его прочитаем это самое начало книги пророка языке или давайте начнем 1 1 глава с 4 стиха я видел и вот бурный ветер шел от севера великое облако клубящийся дым и сияние вокруг него а из среди на его как бы свет пламени из середины огня и среди на его было подобие четырех животных и таков был вид их облик их был как у человека и у каждого четыре лица и у каждого из них четыре крыла а ноги их ноги прямые и ступни ног их как ступни ноги у тельца и сверкали как блестящая медь и руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их и лица у них и крылья у них у всех четырех у всех четырех и лица и крылья крылья их соприкасались одно к другому во время шествия своего они не оборачивались а шли каждая по направлению лица своего интересно у каждого четыре лица вот просто представьте такую картину дальше еще сейчас пойдем читать у каждого животное облик подобен человеку и у каждого четыре лица и у каждого четыре крыла и шли каждый по направлению лица своего вот если представить просто квадрат и четыре лица и они идут каждый по направлению своего лица очень картина такая сверхъестественная и какие же лица десятый стих подобие лиц их лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех а с левой стороны лица тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех с правой лицо человека и льва с левой тельца и орла вот такое видение увидел языки и и лица их и крылья их сверху были разделены но у каждого два крыла соприкасались одно к другому а два покрывали тела их и шли они каждая в ту сторону которая пред лицом его куда дух хотел идти туда и шли во время шествия своего не оборачивались и вид этих животных был как вид горящих углей как вид лампад огонь ходил между животными и сияние от огня и молния исходила из огня еще раз прочитаю вид этих животных был как вид горящих углей раскаленное животное идет горящих углей как вид лампад огонь ходил между животными и сияние от огня и молнии исходили из огня невероятное зрелище трудно представить но пытаемся это духом взять видение и животные быстро двигались туда и сюда как сверкает молния мы знаем как сверкает молния вот так они быстро двигались туда и сюда и смотрел я на животных и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их вид колес и устроение их как вид топаза и подобие у всех четырех одно и по виду их и по устроению их казалось будто колесо находится в колесе когда они шли животные шли на четыре свои стороны во время шествия не оборачивались а ободья их высоки и страшны были они ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз и когда шли животные шли и колеса подле них когда животные поднимались от земли тогда поднимались и колеса куда дух хотел идти туда шли и они куда бы ни пошел дух и колеса поднимались наравне с ними ибо дух животных был в колесах каково быть пророческим человеком чтобы видеть такие видения над головами животных было подобие свода как вид изумительного кристалла простертого сверху над головами их я остановлюсь первая глава эзекииля это все о них это уже выше человеческого понимания но тем не менее будем будем разбираться будем разговаривать про семь светильников про семь светильников огненных семь духов божьих мы с вами уже говорили мы уже с вами разговаривали в первой главе откровения но у меня такое побуждение чтобы мы еще раз туда сходили еще раз напомнили себе сейчас одну секунду в первой главе это было в откровении в третьей главе мы встречались с этим сильно сложным духом всеми с этими светильниками семью давайте только в рамках комментария посмотрим 14 это разговор о том что семерка это число полноты и завершенности говорящим о божьем совершенстве и окончательности надвигающиеся на человека суда мы об этом говорили это была первая глава давайте посмотрим что говорит нам третья глава откровения еще раз вернемся интересно то что вот сегодня мы говорили что праздники господни это как в песок где то это накапливается информация не сразу она оседает семь духов божьих ссылка на исаю одиннадцатую главу чтобы нам хорошо это себе представлять давайте к ней обратимся не произойдет отрасль от корня иисеева и ветвь произрастет от корня его речь об исусе пророческий об исусе через исая и почиет на нем дух господень дух премудрости и разума совета и крепости дух ведения и благочестия и страхом господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих не по слуху ушей своих решать дела отрасль от корня иисеева будет судить по правде воля будет жить вместе с вол будет жить вместе с огненком малое дитя будет водить их и вот этот корень иисеева был знамением для народа и присутствие этих духов и позволяют и шо судить по правде потому что рядом с ним кто-то говорит семисложный дух вот как давид стерн кто-то говорит семь духов божьих дух премудрости разума совета крепости ведения благочестия дух господень на нем дух господа бога на нем и вот это конечно позволяет находиться в премудрости находиться в абсолютном разуме в совете в крепости в ведении в благочестия и вот об этом речь об этом речь мы дальше не будем комментарии поднимать давида стерна мы просто напомнили семь светильников это семь духов божьих и семь светильников были семью с церквями на церкви тоже эти семь духов божьих прибывают господь тоже снабдил церковь свою духом господним духом премудрости разума совета крепости ведения благочестия и страхом господнем еще исполнить исполнил страх господень вот это ненависть ко всему злому страх господень ненавидит зло одно из его определений в книге причин давайте посмотрим что здесь еще у нас есть стеклянное море об этом это целая концепция здесь есть перед престолом море стеклянное подобно кристаллу много гимнов кстати на это написано стеклянном море это возбуждает очень творческое начало в человеке в греческом тексте говорится не о стеклянном море а море как стеклянное было море как стеклянное но вообще если так сказать оно не поддается описанию откуда взять тому же иоанну вот этот образ но он мог взять допустим ее вот эта концепция вообще море стеклянного или море как стекло мы видим что мы говорили как то что иудеи они представляли себе небесный свод как твердый купол это ветхозаветное такое мировоззрение как твердый купол в виде арки над землей это их такое было ветхозаветное мировоззрение под ним располагалась земля а над ним небеса потому что в истории творения мы знаем говорится о воде которая под твердью и о воде которая над твердью и вот таким вот образом они себе представили и в самах есть такое когда призывают небеса небес и воды которые превыше небес хвалить господа это в сто сорок восьмом псалме написано и сама идея заключается в том что над небесным сводом над твердью небесной может быть как ну на чем над полом небесным находиться большое море именно на этом море установил бог свой престол в сто третьем псалме тоже есть такая вещь давайте ее откроем прочитаем прям из сто сорок восьмого из сто третьего салма мы пытаемся проникнуть в эти вещи тоже через еврейский взгляд сто сорок восемь псалом хвалите его небеса небес и воды которые превыше небес воды над твердью и сто третий псалом я сделала закладку ты одеваешься светом как ризу и простираешь небеса как шатер вот то о чем я говорила как купол как шатер такое представление вот здесь оно описывается в псалме иудеи так себе представляли небесный свод как огромный шатер простираешь небеса как шатер устрояешь над водами горние чертоги твои делаешь облака твоею колесницей шествуешь на крыльях ветра но это один из вариантов один из вариантов как и он мог передать эту картину но он в одном стихе это передал и как это было связано с его мировоззрением в том числе как еврея он же был евреем мы это понимаем тоже может быть эта картина была навеяна годами проведенными иоанном на острове патмос потому что есть такой комментарий что иоанн видел иоанн отражение света с огромной поверхности иоанн 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 она стекли как расплавленное стекло и это тоже позволяло ему через Ragerve иоанн обучение но иоанн Стекло символизирует как стекло. Стекло символизирует драгоценность. И это точно, потому что в античном мире стекло обычно оно тусклое, полупрозрачное. А чистое стекло, как кристалл, оно стоило очень дорого. Оно стоило так же дорого, как золото. В Иова золото и стекло стоят рядом. В русском переводе звучит кристалл, но вообще это стекло. Давайте это тоже место прочитаем. Это тоже близко к пониманию. Стекло это драгоценность. И когда говорится о том, что море стеклянное, подобно кристаллу, подобно драгоценности, вот это как-то уже ближе к тому, что мы сейчас обсуждаем. Давайте Иов откроем. Мы с вами говорили, что мы быстро не пойдем. Это действительно те вещи, которые есть смысл с разных сторон на них посмотреть, разные варианты рассмотреть, пережевывать эти вещи. Это вкусная пища, но в это надо вживаться, потому что теряется очень быстро. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Про премудрость разговор идет. Не дается она за золото и не приобретается она на вес серебра. Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с ней золото и кристалл. Вот здесь вот, где кристалл, это стекло. И не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. Не равняется она с золотом и со стеклом. Такова была стоимость стекла. Это достоверный факт. Чистого стекла было мало, и оно стоило так же, как золото. Драгоценность. Это может символизировать драгоценность. Драгоценное море. Драгоценность. Перед престолом море. Драгоценное. Или может быть одно из символов ослепительная чистота. Ослепительный свет, который отражает вот это стеклянное море, как прообраз чистоты Божьей. И на это смотреть прямо невозможно. На все ослепительное смотреть, не прикрывшись, невозможно. На солнце во время солнечного затмения люди смотрят через что-то темное. Долго смотреть невозможно. Одноразово, может быть, и можно взглянуть, но убрать взгляд. Все, что ослепительное, это всегда трудно для зрения. Ослепительная чистота. Не просто чистота, а слепительная чистота. Драгоценное море. Огромное расстояние до престола. Перед престолом море. Представляете, стоит престол и до него огромное расстояние. Это тоже можно взять как за концепцию. Как на другом конце огромного моря. Представьте, престол. Вот мы живем на Черном море. Турцию мы не видим. Но она на том конце моря. Престол Божий находится на огромном расстоянии. Как бы на другом конце огромного моря. О, кстати, вот закладочка одна. Английский комментатор Суит, его фамилия, пишет. Огромное расстояние, которое даже когда он находится в дверях неба. Иоанн, Иоанн находился в дверях неба, он вошел в эту дверь. Он говорит нам об этом. Что за предложением войти, он был в духе. И вот престол, он видит престол. И даже находясь в дверях неба, между ним и престолом Божьим, огромное расстояние. Море, целое море перед престолом. Не посреди престол стоит море, а перед престолом море. Это тоже позволяет нам вот эту картину видеть. Что мы видим сейчас? Что мы сейчас видим? Если говорить про это стеклянное море, мы видим драгоценность, чистота, ослепительная чистота. Мы видим огромное расстояние. И то, как описывает это Иоанн, конечно, это и трепет, и почтительность такая. И в этом нет, даже на небесах нет, вот фамильярного тона. А фамильярный тон у христиан он появился. Особенно тогда, когда мы поняли, что мы дети, а он Бог. А вот здесь вот, вот этой фамильярности нет. Несмотря на то, что он наш папа, он Бог. Это даже как президенту, будучи ребенком президента, просто так не заскочишь. Когда он ведет какое-то рабочее совещание, и не крикнешь. Папа, у меня к тебе вопрос срочный. Хотя, по сути, возможно, потому что он твой отец, но он Бог. В случае с президентом, он президент. Нет фамильярности, есть почтительность. И это мы видим, чувствуем. И нет этой фамильярности. Он обрисовывает все с такого тоже, с почтительного расстояния. Это о стеклянном море. Вот, я думаю, мы собрали картину об этом драгоценном море. Стоимостью, как золото в античном мире. Об этой ослепительной чистоте, на которую нельзя смотреть, не опустив глаза. Вот это огромное расстояние до престола Божьего. И влияние это может оказывать на огромное, даже на небе расстояние. И вот эта почтительность, с которой Иоанн описывает это. И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу, подобно стеклу, стеклянное, кристаллу, драгоценности, подобно кристаллу. Даже это говорит о драгоценности. И дальше вот они пошли, четыре животных, о которых мы прочитали с вами и в книге Откровения, и в языке Иле. Невероятное зрелище. Конечно, это огромная проблема символизма, символики Откровения. И давайте посмотрим, где они в книге Откровения еще находятся. Потому что мы с этими животными встречаемся, ну, не раз. Они находятся вблизи престола, и они находятся вблизи Агнца. Вот то, что мы читаем в четвертом стихе. Давайте посмотрим, где они еще встречаются. Пятая глава, шестой стих. И я взглянула вот посреди престола и четырех животных. И посреди старцев стоял Агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Вот здесь вот тоже мы видим посреди престола и посреди четырех животных. Там Агнец. Давайте еще посмотрим, где они есть. Четырнадцатая глава, четвертый стих. Это те... Но здесь, видите, про Агнца. На небесах мы видим искупленных. Они поют новую песнь. В четырнадцатой главе об этом речь идет. Вот это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы они ни пошли. Они искуплены из людей, как первенцы Богу. И вот здесь вот вместе с Агнцем присутствуют эти четыре животных. Они его сопровождают. Давайте посмотрим про то, что они делают. Ну, во-первых, внешний вид, да? У них шесть крыльев. И они исполнены очей спереди и сзади. Давайте еще раз здесь. Четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Восьмой стих пишет. Каждая из четырех животных имеет по шесть крыл вокруг. А внутри они исполнены очей. Внутри крылья исполнены очей. Обратили внимание? Каждое животное имеет по шесть крыл вокруг. А внутри они исполнены очей. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Что они делают? Они взывают. Свят, свят, свят. Господь, Бог, Вседержитель. Который был, есть и грядет. И это происходит и днем, и ночью. Получается, эти четыре животных, они не спят. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Это вот тоже. Про них они славят Бога. Давайте посмотрим, есть ли подтверждение этому еще. Пятая глава. Четырнадцатый стих. И четыре животных говорили Аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Что происходит в пятой главе? На что они говорят? Аминь. Посреди престола и четырех животных, Агнец, о котором мы с вами говорили, он пришел и взял книгу. И он, когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полный эфемиама. Когда мы с вами говорили о двадцати четырех старцах, мы читали этот стих. Но вместе со старцами здесь четыре животных, о которых мы сейчас разговариваем. И давайте еще раз с пятой главы. Тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем. И старцы имели и четыре животных, потому что у них есть руки. Мы с вами говорили, только что описывали животных, читали про них. Они имели в руках гусли, золотые чаши, полные эфемиама, которые суть молитвы святых. И что они делают? Они поют новую песнь старца и четыре животных, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа». И вот на это потом все, что здесь происходит в пятой главе. Четыре животных и двадцать четыре старца говорят «Аминь». Эти животные говорят на понятном нам языке. Удивительная вещь. Они славят Бога, восхваляют Его. Давайте еще посмотрим, где здесь они, по-моему, еще встречаются. Так, седьмая глава. И все ангелы. Седьмая глава, одиннадцатый стих. И все ангелы стояли вокруг престола. И старцев, и четырех животных. И пали пред престолом на лица свои и поклонились Ему, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Опять они прославляют Бога. Давайте еще одно место возьмем. И начнем, наверное, уже. Хотя много мы еще будем говорить о них, но сегодня мы уже прервемся. Вот эти вещи посмотрим и начнем уже общаться. Девятнадцатая глава. Я начну сначала, чтобы мы поняли немножко контекст. Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». И вот в это время тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». Немножко мы уже представление имеем об этих четырех животных. Получается, они всегда находятся вблизи престола и Агнца. Я думаю, мы это уловили. У них шесть крыл, и они исполнены очей спереди и сзади. Они славят Бога и восхваляют Его. Еще одна функция есть у них. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом. Иди и смотри». Вот снять первые печати, тут начинается гнев, проявляться гнев Божий. И вот один из четырех животных это предваряет, говоря Иоанну, иди и смотри. И вот давайте как пример, что именно перед гневом Божьим эти животные делают это объявление. Иди и смотри. В этой же главе, в шестой, в седьмом стихе написано, «Когда он, Агнец, снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди и смотри». Получается, всякий раз, когда Агнец снимает печать, одно из животных говорит, Агнец снял первую печать, и одно из четырех животных говорит, иди и смотри. Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорит, иди и смотри. Он снял третью печать, и я слышал третье животное, говорит, иди и смотри. И вот она четвертая печать, и четвертое животное, говорит, иди и смотри. Каждая печать сопровождалась присутствием одного из животных, который говорил. Не они все говорили, а по очереди. И давайте еще одну роль их посмотрим. Получается, они выполняют вот эту функцию. Они предваряют после снятия печати проявление гнева Божьего. И он ужасен. Вот в книге «Откровения» это ужасный гнев, просто ужасный. И давайте посмотрим еще одна их функция. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных, да, вот это еще раз подтверждение, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Начинается пятнадцатая глава. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Вот эти четыре животных по очереди заявляли, предваряли, после снятия печатей, иди и смотри, что будет происходить. И вот мы видим знамение, где ангелы с семью последними язвами в пятнадцатой главе. И здесь мы в седьмом стихе читаем, одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, этим ангелам, именно животное дало эти чаши, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончится семь язв семи ангелов. Вот еще раз об этих животных, и потом у нас будет десять минут поговорить. Они вблизи престола. Облик мы их видим, сверхъестественное совершенно. Можно еще раз будет потом каждому из нас перечитать, как они выглядели. Они у престола. У них шесть крыльев. Они исполнены очей спереди и сзади. У них четыре лица. Эти лица смотрят каждый в свою сторону. Они идут по велению духа, каждый в свою сторону. Их движение такое быстрое вперед и назад, как блеск молнии. Они славят Бога, восхваляют его. И они передают семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Божьим. И они после слома и снятия печати каждый раз возвещают. Иди и смотри. Вот у них роль какая. Я думаю, мы еще многое увидим. Потому что Эзекииль нечто подобное видел. Там и ободья, и колеса полные глаз. Есть другие детали. Мы еще о них будем говорить. Но сегодня, я думаю, на сегодня достаточно. Мы посмотрели на Стеклянное море. Увидели, что это огромная драгоценность. Увидели ослепительную чистоту и расстояние до престола. Увидели эту почтительность, которая существует по отношению к Богу на небесах. Там нет фамильярности. Почтительность. И вот немножко прикоснулись к этим четырем животным. Но об этом надо еще говорить. Мы это не закончили и будем об этом говорить. И давайте несколько комментариев. Несколько комментариев из команды. Поделитесь своими ощущениями от услышанного, от прочитанного. От того, что Господь вам показал во время. Что вы ощутили. Может быть, какие-то выводы есть определенные внутри вас. Внутри вашего духа. Пожалуйста, кто первый хочет поделиться впечатлением. Можно мне Зефа? Да, пожалуйста. Зефа. Добрый день всем. Добрый день. У меня аж внутренняя дрожь. Вот понимаете, кому мы идем в свое время. И вот наши вот эти вот маленькие, мелкие там обиды там или еще что-то. Вот ничего не значит. И Бог нас до такой степени вот любит, что такую вещь, эту книгу Откровения в конце концов дал, чтобы мы знали, кто мы и кто Бог. Да, мы его дети. Да, мы любимы им. Это уже у меня второй этаж, наверное. Но почтительность, просто преклонение, поклонение наше должно иметь свое значение. Значение для Бога. Спасибо. Спасибо. Кстати, слушать это одна из черт евреев. Они много слушают. И действительно, да, порой когда читаешь, начинаешь сопоставлять, начинается какая-то путаница и что-то куда-то теряется. А когда ты слушаешь, и у нас уже есть знания накопленные, и это немножко иная подача, это же не мой взгляд, это взгляд другого человека, который то же самое комментирует, что мне интересно, что мне ценно. И складывается уже более такая четкая картина, я согласна, я тоже порой так делаю, чтобы то, что трудно для меня, посмотреть с разных, с разных ракурсов, и как-то картина проясняется, согласна тоже с этим. Спасибо, Зефа. Еще, пожалуйста, кто-нибудь. Можно я скажу? Не пожалею, можно? Так, Любовь, затем Ирина. Я вот хотела сказать, Зефа полностью передала мои ощущения, что это вот почтительность, красота, трепет и порядок, Божий порядок. И я вот часто в своей жизни понимаю, насколько вот надо все расставить по своим местам, чтобы не было суеты, чтобы это все было, потому что мы перед ним тоже. И наше тело, храм Бога, и все, что мы делаем, наши жилища, во всем, чтобы это было вот как у него, Божий порядок, чтобы во всем был. И почтительность. И то, что Бог открывает нам это, что нас ждет, это просто удивительно, и это любящий только может Папа так все это устроить. Я согласна с Зефой, вот уважение, почтительность и благоговение такое, вот, когда слушаешь и все это представляешь. Спасибо очень. Доступно, понятно. Спасибо, Люба. Очень хороший акцент, кстати. Вот этот вот посыл, посыл к порядку, к Божьему порядку. И еще вот этот вот интересная заметочка есть такая, что Господь эту очень мистическую, духовную невероятную книгу с огромной символикой, Он нам ее дал. Значит, она нам по силам, Он ничего не дает нам, чтобы мы не могли, взявшись за это, освоить, осилить, сделать. Это касается дел, это касается и слова Его. Он дал нам эту книгу, это по силам нашему духу, это ищет наш дух, ему это важно. Почему порой люди идут к колдунам, гадалкам, сверхъестественное влечет? И вот оно, сверхъестественное, это высший вариант вообще сверхъестественного богопознания. И это истина, это не мерзать при с Господом, гадание, колдовство, чародейство. Это вожделенно Господу, и для нас это вожделенно. Это такое питание, такой хлеб, вот высшая материя, высшая математика. И, конечно, зная о том, что то, что сказала Люба, Господь, Он видит нас всегда в любом состоянии. И вот эта книга, оказывается, подтолкнула нас еще и к Божьему порядку, к наведению Божьего порядка в своей жизни. Потому что мы всегда пред Его престолом, мы всегда пред Его лицом, Его намерения. И взгляд на нас, Он не пристанен. Спасибо большое. Ирина, пожалуйста. А я хотела поблагодарить за разбор Стеклянного моря. Я как-то этот момент всегда проходила быстренько. А тут как-то это все расширилось, углубилось. Я даже не представляла, что трон Бога над морем. Я как-то вообще по-другому представляла. И что интересно, что оно такое огромное, и взгляд это все охватывает. Море вообще просто ценность. Там все в драгоценностях, там все ценно. И все имеет смысл. Великолепно. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Ведь, знаете, еще что? Дерзнуть... Много же комментариев на книгу Откровения. На любую книгу много Откровений. Это писание, это сокровищница вообще любого книжника. Любого книжника. Это разбирается каждый стих. И это большая ответственность браться вообще за любую книгу. Тем более за книгу Откровения. Но Дух Божий повел туда. И я сегодня тоже для себя Откровение получила. Что четыре животных, они движутся туда, куда их ведет Дух. И мы не могли не подчиниться тому, что Господь направил нас в эту книгу. Мы живем в этой книге. Мы в это время живем. И нам это важно сейчас. И поэтому спасибо вот за этот отклик. Получается, наш труд не тщетен. То, что мы так много ковыряемся в этой книге. Находим какие-то вкусные вещи, какие-то изюминки. Понятно, что отчасти, дорогие друзья, пусть будет снисходительность к тому, как мы подходим к этой книге. Это еще одна грань. Это еще одна попытка. Это еще одно богопочитание разбираться с этой книгой. И вот наше старание вникнуть в глубины, пройти неспешно, шаг за шагом. И еще и тщательно пережевывать эту пищу. Еще раз посмотреть, чем это может быть. Еще раз глянуть, как на это смотрят евреи. Как мы можем это себе представить более четко. Вот эту картину. Слава Богу. Спасибо, Ира. Еще, пожалуйста. Оля, доброе утро всем. Я хотела добавить. Хотела добавить. И пытаюсь сейчас, думаю, думаю, как же это все вместить. Насколько Бог далекий, высокий. Насколько Он огромный. И насколько же Он близкий. И насколько Он наш отец. Одновременно все это, это только Дух может наш это понять, вместить. Это вообще просто. Даже каждого, даже мысли знает каждого человека свое творение. И две таких огромные крайности. И они в какой-то простоте в Новом Завете. В Новом Завете для нас они, эта простота доносится. И мы вроде бы думаем, ну вот, Папа наш, мы молимся Ему во имя Иисуса Христа. А Он одновременно такой, что, ого-го, ну просто захватывает, потрясает все это. Спасибо. Это так, Лена, да. Вот такой вот Бог, вот такой вот Он Бог. И не зря вот в Писании есть места. Кто же мы тогда такие, что ты знаешь нас, что ты любишь нас, если ты такой, а мы твои дети? Конечно, это меняет отношение и к Богу, да и к нам самим меняет отношение. И то, что мы говорим, отношение к Богу, вот эта вот культура общения, которое мы прививаем здесь на земле. Есть непринятие? Есть. Есть ненависть? Есть. Есть конфликты? Есть. А Бог учит чем у нас? Почтению, почитанию, культуре Его, потому что мы Его образоподобие. Если мы не начнем это транслировать, больше некому. И начинается откуда? С земли. Туда не придешь и другим не станешь. Здесь изменения происходят. А если не происходят, посмотрите на эту книгу. Посмотрите на то, как там это происходит. Какие стандарты там. И Господь призывает нас к этим стандартам. Мы уже говорили, что да будет нам на земле, как и на небе. Вот оно небо. Посмотрите, как на небе. Какое там Богопочитание. Аллилуйя. Слава Богу. Еще один комментарий, и мы будем завершать. Можно, Таня и Артан? Да, Татьяна. А меня коснулось вот это писание. От престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом. То есть огонь. Везде мы, когда входим к престолу, да, вот когда вот молимся, и прошу Господь, очищай. Очищай. И здесь я теперь представила себе такую картину, что когда я молюсь, подхожу в духе, то вот эти вот молнии, громы, вот, и вот этот огонь, я вхожу туда, и я понимаю, что я очищаюсь. Очищаюсь каждый раз. Ну, это у меня такое, я так получила. Да, почему нет? Да, конечно, это же откровение. И этим откровением, ну, не будет конца, и хватит на всю вечность. Впечатления от неба хватит на всю вечность. Слава Богу, дорогие, мы завершаем. Отчасти прикоснулись к этой теме, отчасти. Будем говорить об этом и на следующем нашем служении. А сейчас мы помолимся. Марина, пожалуйста, благословите нас и распуститесь миром. Подождите. Алло, Господь, мы благодарим тебя за слово, сильное слово откровения, которое ты принес через века, вложил в наше сердце. Мы живем в этом, Господь. Пусть Дух Твой могущественно движется в нас и через нас, чтобы то, что на небе, стало явным и проявлено на земле, Господь, да, святится имя Твое. Мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя. Ты есть Господь и Бог нашей жизни, и все Твое, мое, и все наше Твое, и мы живем в поклонении Тебе. Дух, душа и тело, во всей целостности, без всякого недостатка, да, пребудут в Доме Твоем. Мы все, и наши семьи, и наши города, наши села и регионы, Тебе, вся слава Тебе, Господь. Аминь. Аминь. С праздником, еще раз с днем рождения. Церковь сегодня праздника. Благословение всем. Благословение, да, благословение. Благословение всем. Аллилуйя, мои дорогие, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, с праздником. Аминь, аминь, аминь. Всем благословение, Боже. Благословение, благословение. Честное. Субтитры подогнал «Симон»